всем здравствуйте вы на канале элина франц и сегодня у меня поступили несколько запросов рассказать про все мои витамины которые я употребляю а также рассказать о некоторых приправах которые я добавляю свою пищу и как я храню корень имбиря какой корень имбиря я покупаю я очень долго думала рассказывать мне про свои витамины или не рассказывать так как все-таки тема насчет витаминов это очень индивидуальная тема и так как я не не диетолог не врач и не фармацевт в принципе я скорее всего не имею права кому-то что-то советовать но затем я подумала что все-таки рассказать я могу не советую но просто поделиться своим опытом сейчас я расскажу про витамины которые принимают лично я которые подходят мне и которые мне прописали или в аптеке или посоветовал врач и которые мне помогают но я еще раз повторяю что у каждого свой организм и перед тем как принимать какие-то витамины обязательно нужно сдать анализ крови посоветоваться с вашим лечащим врачом или хотя бы со знающими людьми так что я скорее всего не буду рассказывать в одном видео про все мои витамины и все пищевые добавки так как их достаточно много я выберу один-два витаминчика и скорее всего расскажу в этом видео про корень имбиря если формат такого видео вам понравится я обязательно его продолжу и сделаю еще одно или два таких видео так что буду рассказывать о своих любимых витаминчиках скорее всего сегодня я выберу корень имбиря это не витаминчик но то что все мы любим и как его лучше покупать и хранить и расскажу про железо я принимаю растительное железо и цинк почему я употребляю цинк я конечно знаю что многие скажут что лучше вообще не употреблять никакие витамины нужно все витамины брать из пищи из растительной животной пищи да конечно это было бы хорошо но мы живем в таком мире где пища не всегда нам дает нужные нам витамины и микроэлементы так что пойдемте буду делиться своим опытом так корень имбиря о пользе корня имбиря все знают а мне задан был вопрос как хранить имбирь сколько можно хранить имбирь вот сейчас я покажу как храню имбирь я я имбирь храню вот таком холщовом пакетики натуральном из хлопка пакетики сейчас мы его достанем я вам все про него расскажу идеальные условия хранения имбиря это холодильник хранить холодильнике нужно без всяких пластиковых пакетов и без пищевой пленки то есть не заворачивать имбирь ни в коем случае не в пакет пластиковый не в пищевую пленку хранить его лучше или в бумаге или вот таком хлопчатобумажном мешочке так как имбирь должен оставаться обязательно сухой и он должен так сказать дышать сколько можно хранить имбирь холодильнике имбирь холодильнике можно хранить примерно около недели до около недели потом он начинает терять свои полезные свойства поэтому не стоит покупать очень много имбиря или вам придется его перерабатывать я расскажу какими друг в каких других условиях можно его хранить как по-другому его можно хранить простите как выбрать имбирь имбирь должен быть кожица у него должна быть гладкая не сморщенная он должен иметь свежий и приятный запах если продавец позволяет разломить имбирь то обязательно разломите имбирь посмотрите какой внутри какой запах у имбиря и чем свежее и моложе имбирь тем у него будет меньше волокон и тогда он будет намного свежий имбирь намного полезней можно ли замораживать имбирь да имбирь можно замораживать и мороженый имбирь хранится шесть восемь месяцев как замораживать можно прям заморозить неочищенный имбирь в пакетах или можно почистить имбирь и тоже заморозить в пакетах также можно натереть имбирь видим выложить в виде тонкой пластинки и потом чтобы было удобнее отламывать эту тонкую пластинку так и таким образом вы будете отламывать то есть столько имбиря сколько вам необходимо есть конечно много различных мнений и есть мнение что имбирь лучше не замораживать так как он теряет большое количество своих полезных свойств но все-таки у него при заморозке сохраняется такая большая часть полезных свойств так что например если стоит выбор выбросить имбирь или заморозить имбирь лучше все-таки его заморозить и употреблять как еще можно хранить имбирь имбирь можно натереть и заспиртовать в чем заспиртовать водки или в белом вине и хранить в холодильнике две три недели также можно мариновать делать в сиропе делать засахаренный имбирь все эти рецепты нужно найти и посмотреть так как я сама этого не делаю и я слышала что в таком виде имбирь можно хранить несколько недель а также имбирь можно нарезать мелкими кусочками или натереть и смешать с медом и это будет лакомство для чая по например примерно такое же варенье как мы делаем вместе с вами имбирь в меде можно хранить в холодильнике а также можно хранить в темном месте и подавать к чаю и тогда все ваши гости не скажут что вы их кормите сладостями и что они не хотят потолстеть а вы им подадите очень необычное приятное варенье можно сушить имбирь да имбирь можно сушить и хранить сушеный имбирь можно 4-6 месяцев а потом просто перед употреблением вымочить в воде и можете употреблять ваш имбирный корень а можно также купить просто-напросто молотый имбирь в магазине но самое главное смотрите на упаковку на срок хранения потому что от срока хранения будет зависеть качество имбиря его все полезные свойства но конечно в них в молотом имбире в сушеном будет чуть чуть поменьше полезных свойств и я вам конечно советую лучше всего покупать органический молотый имбирь а не какой-то неизвестный ну все в принципе про имбирь все что я вам знала я рассказала мое предпочтение я отдаю свежему имбирю вот так начну рассказывать про свои витамины начну с цинка почему я принимаю цинк для чего нужен цинк постараюсь рассказать быстро чтобы не затягивать и чтобы не было скучно но мы все знаем что цинк играет очень важную роль в организме каждого человека он влияет на на деление клеток на процесс роста на заживление ран также участвует в иммуненной системе в хорошем функционировании также для он необходим для укрепления памяти концентрации внимания ну наверное все уже читали по для чего нужен цинк цинк предупреждает выпадение волос и также он очень важен для мужчин для нормальной работы их предстательной железы многие говорят что цинк замедляет старение и помогает даже предотвратить рак а еще я слышала что цинк он необходим для усвоения витамин каких витамин таких как а c и е но самое интересное как узнать хватает вам цинка в организме или нет симптомы недостатка цинка в организме вот например у меня самый важный симптом был недостатка цинка в организме это кожные высыпания у некоторых это угри прыщи не чистая так сказать кожа различные различные роды высыпаем также нехватка цинка это белые пятнышки на ногтях или ломки ногти которые постоянно ломаются может также возникать раздражительность усталость если не хватает цинка в организме мы становимся нервными кричим на своих близких ругаемся и не понимаем почему а иногда это не наша вина а просто у нас в организме не хватает цинка еще две важные причины но это уже такие серьезные причины это бесплодие и импотенция тоже могут возникнуть от нехватки цинка если вдруг вы заметили что у вас нарушилась восприятие вкуса и запаха то тоже вполне возможно что нужно проверить количество цинка в крови в организме но не только недостаток цинка может в организме но еще и может избыток цинка поэтому никакие витамины не нужно принимать фанатично прежде всего нужно сдать анализы крови посоветоваться с врачом а как узнать избыток цинка в организме вот сходить сдать анализ крови и признаки избытка цинка в организме это тошнота как при как будто бы вы и отравились и избыток цинка в организме он может быть помешать усвоению очень многих элементов полезных таких как меди железо селена и найти избыток цинка в организме кстати может привести и к анемии вот так вот сколько рекомендуется иметь сколько миллиграммов цинка в организме рекомендуется иметь для возраста если я точно помню 19 лет и старше это 8 миллиграмм это рекомендованная доза цинка в организме а вот 40 миллиграмм это уже очень опасная доза цинка в организме поэтому чтобы узнать все таки придется сдать анализ крови в каких продуктах мы можем найти цинк очень много цинка в различных семенах различных различных что мы кушаем это и лен и орехи тыквенные семечки бобовые и крупы на первом месте это стоят тыквенные семечки в 100 граммах тыквенных семечек семь с половиной миллиграммов цинка на втором месте из растительных я говорю стоят орехи кэшью в них пять с половиной миллиграммов на 100 грамм и на третьем месте это семечки подсолнуха в них 5 миллиграмм на 100 грамм но конечно это только в растительных в животных тоже продуктов есть достаточно цинка например самый большой продукт по содержанию цинка это говяжий фарш и на 100 грамм говяжьего фарша 10 почти чуть чуть побольше десяти даже миллиграммов цинка на втором месте это вареная куриная печень это 4 миллиграмма на 100 грамм самое сложное что обязательно нужно знать что есть такие продукты которые препятствуют усваиванию цинка в организме а какие это продукты это это продукты содержащие кальций снижают усвоение цинка в организме а также кофе и чай а что повышает усвоение цинка в организме повышают витамин b2 то есть он способствует усвоению цинка в организме а вот например вы знали я пока не прочитала не знала что витамин b9 совершенно не сочетается с цинком и нельзя принимать цинк с витамином b9 а вот витамином b2 можно принимать цинк ой у меня там что-то пика это мультиварка моя простите и чтобы цинк получить больше цинка поэтому и рекомендуют замачивать все зерна орехи так как цинк будет усваиваться намного лучше наверное кто-то и больше информации про цинка знает принципе я все что знаю про цинк я вам рассказала хотела вам рассказать еще про железо так как железо я принимаю ну надо мне принимать железо почти всю жизнь но смотрю что видео будет затянутым и не всем интересно смотреть по 20 минут про всякие пищевые добавки и всего такого витаминчики так что это первое видео про мои витаминки их еще осталось так прилично и если вам понравилось или вы хотите покороче то вы мне напишите и в следующем видео я выберу еще два моих витаминчика например железо и витамин например b12 или я принимаю кальций но натуральный кальций и я вам расскажу в чем польза железа как узнать не хватает железа в организме или у вас наоборот слишком много железа в организме что тоже очень опасно как принимать железо чтобы она усвоилась из каких продуктов принимать железо так что я буду ждать ваших комментариях и не забирать ваше драгоценное время спасибо что вы оставались со мной на моем канале или на франц подписывайтесь и задавайте вопросы до новых встреч пока пока